Что сделает праздничным день деловой Душевным и радостным праздник любой В замешивой тесто вкусно пеки Десерты и торты с карамелькой софри Воздушные, чувственные, тающие во рту Бисквиты, суфле, кексы, рулеты, чу Чизкейки, безе Живите сладко с кондитерским экспертом Гульшарой Зинулиной На телеканале Казахстанская медиа Академия Наш бисквит уже готов Вот он такой вот получился, высокий Сейчас мы его разрежем пополам На несколько коржей И соберем торт Здорово Давайте вот как его резать Можно просто берем обычный нож Вот она у меня в тарелочке Вот так вот крутим Если у вас нету специальных там поворотных столиков В домашних условиях Вы просто берете и вот так вот режете За что я люблю и уважаю Гульшару За то, что она умеет сложные вещи сделать простыми и удобными Да, и вот у нас вот такой вот видите какой он получился Красота Да Вот, все просто Будем готовить крем? Да, будем готовить крем И соберем торт Какой мы будем готовить торт с нашим прекрасным получившимся ванильно-шифоновым бисквитом? Давайте мы с вами сделаем сливочно-творожный крем Вау Для этого мы берем ингредиенты сливки, творожный крем, сахарную пудру И начинаем взбивать Я, кстати, читала, что сахар он тоже в разумных количествах полезен Он необходим для работы нашего мозга Ну, да, наверное При больших умственных нагрузках есть специалисты, которые даже рекомендуют употреблять колу Да, кстати, я тоже так делаю, когда я, если обильно пообедала, поужинала, то я обязательно выпиваю полстакана кока-колой Для чего? Чтобы мозг работал? Нет, для пищеварения Серьезно? Да, серьезно Ну, мы здесь не для того, чтобы рекламировать кока-колу Да Мы учим готовить торт Поэтому сейчас мы начинаем взбивать сливки А творожный сыр добавим чуть-чуть позже А разве обязательно использовать сахарную пудру? Обязательно Это же крем Поэтому сюда добавили сахарную пудру А просто сахар нельзя? Ну, можно и сахар Но будет грубая, да? Грубый будет крем просто Да, я использую сахарную пудру Она нежнее и она так проще для меня Тем более это крем Взбиваем сливки буквально минуты три И добавляем творожный крем Тоже на невысокой скорости? Все начинаем с невысокой скорости Скорость, ну, необходимо добавлять По мере приготовления Ну, это как машина Не разгоняйся сразу Все продукты комнатной температуры Используем Вот, чаша Тоже такая прохладненькая Комнатной температурой Вот она Как только сливки немного Примут консистенцию крема Мы добавим творожный сыр Творожный сыр можете выбирать Любой, какой хотите Какой вам нравится по вкусу Тут нету, что обязательно Какой-то фирмы Просто на ваш вкус На ваш Ну, кто как хочет Я использую белорусские Мне они нравятся Да, мне они нравятся Наши сливки уже стали такие Видите, густоватые уже начали Да Можем добавить сюда уже творожный сыр Давайте уменьшим Скорость Добавим сюда Мой принцип такой Я не использую безглютенового Безлактозного Такого молока У меня такого нету Да, я использую сахар Я использую настоящий муку Шоколад Все это Потому что без этого Ну, не получится Все должно быть натуральное Лучшего качества Конечно Все Вау, как красиво Наш крем готов Это похоже на... 6 минут Показывает время Я не знаю, на что это похоже Но выглядит очень аппетитно Вот так вот Если посмотреть Смотрите, какой крем получился Наверное, ночью много кальций А тут Ну да Есть творог Сливки Получается, для здоровья с дубов Полезно кушать торты Ну, нет, я так утверждать не буду Но иногда позволять себе Сладкое нужно и необходимо А кто-то говорит, чтобы женщина оставалась сладкой для своего мужчины По утрам обязательный кусочек десерта Ну, по утрам, да Я бы тоже бы Чай с каким-нибудь вкусняшкой Всегда можно И настроение поднимется И будет все Все нормально Вот Теперь вот этот крем Мы будем использовать Как внутрь торта Так и Будем покрывать этот торт Вот этим вот кремом То есть мы будем украшать? Ура! Да, можно все собрать Живите сладко С кондитерским экспертом Гульшарой Зинулиной Итак Крем мы Сложили в мешочек Такой кондитерский Чтобы нам было удобно Использовать его И начинаем сборку торта Для этого Вначале Вот у нас есть Вот такая вот подложка Вот И Сюда Опускаем немного Крема Вот стольчика нам хватит Это получается Что на донышке Тортика тоже будет крем? Да, чтобы он держал форму Вот И начинаем Вот так вот Собирать Торт Получается, что Между коржами Будет вот этот Замечательный наш Творожно-сливочный крем А с какого количества Должно быть крема? Важно же, чтобы еще пропиталось Это все У меня нет такого Что вот 100 грамм 150 грамм Крема От души, да? Ну не от души Как вам? Я вообще Такого принципа Придерживаюсь Что Чем все проще Процесс Да Упрощен Тем лучше А этот торт Как будет называться? Ну вот Это просто ванильный торт Ванильно-бисквитный торт Ну вот Со сливочным кремом Вот так вот Слегка его Разравниваем Шпателем Вот так вот Можно и не разравнивать Это как вам Специальная подставочка Которая улучшает Жизнь Да, мы не только кондитируем Это можно и в домашних условиях Все это использовать Чтобы все было проще И вот так вот Собираем дальше коржи Если вы хотите еще выше Вы можете еще положить Он будет такой высокий А какой самый большой торт Который вам заказывали? Наверное, свадебный? Да Трехъярусный А сколько он весил? Килограмм Или как он измерялся? Трехъярусный Он может быть, наверное, трехъярусный Из пятиэтажный дом Посмотри, какие ярусные Да, нет, он не был Из пятиэтажный Под пятиэтажный дом Точно не был Это было где-то, по-моему, Килограммов Двадцать, наверное Ого Мешок картошки Ну Вот он, наверное, и свадьба была большая Да А вот этого тортика На сколько человек хватит? Мы сейчас сделаем двухъярусный? Нет Это будет одноярусный, высокий торт Да, стандартный, высокий торт Почему одноярусный? Здесь уже два этажа Ярусы? Это совершенно другое Смотрите Это не ярусы, это коржи Мы сложили коржи А ярусы, это когда мы собрали вот такой торт Потом сверху еще поменьше А потом еще меньше Тогда он будет, да Тогда это будет ярусный 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 Но Вот А так у нас тортик уже пошел третий коржик Угу Но они могут быть и тоненькие И можно было бы еще потоньше порезать Можно, но вот я люблю вот такие вот, чтобы были Ну да Коржи Они будут пропитанные Да, чтобы не просто один крем стоял А сколько должен пропитываться потом бисквитом этот тортик? Вообще сам бисквит должен простояться дома в осень Ну, желательно в холодильнике сутки Бисквит с кремом или просто сам? Нет, нет, нет Сам бисквит Вот вы отпекли бисквит Потом желательно, чтобы этот бисквит дома еще простоял Угу Ну, в холодильнике Ну, хотя бы ночь, да? Да, да, да А для чего он будет стоять? Остывать и стабилизироваться А, стабилизироваться? Да Ну, что должен стабилизироваться, оказывается Стабилизированные бисквитные коржи Ну, да Просто крошек будет поменьше Вот Видите, у нас вот сейчас крошки, чтобы вот так вот не выходили Они должны простоять Вот Ну, вот остатки мы можем вот так вот Уже сразу пускать на украшениях? Да, бока Смазываем бока Ну, в украшениях тоже там своя, наверное, есть Украшениях Это вообще отдельная тема, конечно Вот И на самый верх мы используем самый нижний корж Ну, сами, да, наверное, понимают, для чего нужно использовать нижний корж? Для того, чтобы верхушка была поджаристая? Нет, для того, чтобы верхушка была ровная Красота? Вот такой вот А теперь мы оставшийся крем будем украшать? Да, да, все будем украшать Мы наносим крем по всему периметру торта Из кондитерского мешка Так, вот сейчас, чтобы верх был А если добавить сюда какой-нибудь краситель То крем мог бы быть не белым, а, допустим, желтеньким или розовым Да В зависимости от того, какой краситель Да, все верно Но я красители использую очень редко Поэтому А потом мы будем украшать это ягодами или чем-то таким, да? Нет, давайте что-нибудь другое придумаем Выходит, что кондитер – это очень творческая профессия Потому что здесь вы можете фантазировать Когда вот так вот обмазываешь торт, бока Это вот релакс своего рода Антистресс Да, антистресс А какой есть, кстати, лайфхак, чтобы получилось супер гладко? Супер гладко? Может быть, это должен быть горячий нож Или там особой температуры, шпатель Вот Берем Состройки Да, вот такой вот шпатель берем У меня руки этот Он правда строительный? Нет, это кондитерский шпатель Но он ничем не хуже этого строительного шпателя Некоторые кондитеры, многие кондитеры используют В строительных магазинах покупают шпатели И используют их У меня вот такой вот Я его беру и начинаю вот Я торт ничего не трогаю Руку свою не трогаю И начинаю двигать просто вот поворотный столик Вот он в чем секрет Да И вот так вот он выравнивает Там, где нужен больше крема Он наносит больше крема Там, где нужно его убрать Убирает И вот таким образом Собирается торт Так вот он В чем секрет Да Вахор не хотите попробовать? Я боюсь Попробуйте Давайте Вот Просто держишь и просто крутишь? Да А если я сейчас испорчу? Да ничего не испортите Да? Я нашла себе дополнительное хобби Выравнивать тортики На крутилке На крутилке Это как называется? Вращающаяся платформа? Поворотный Поворотный столик Поворотный столик Красота А вот здесь как будто бы не хватает А там, где не хватает Останавливаемся У нас излишек Торт осталось Все как у строителей Там, где не хватает Мы туда просто шпаклюем Да Добавляем Вот видите Вот здесь на мной Не хватило крема Все, я ставлю шпатель? Да И снова поворачиваем Платформу И теперь У вас здорово Отлично получается? Я говорю Я нашла себе хобби Буду приходить к вам В кондитерский цех И выравнивать торты И выравнивать торты За определенный процент С продажи, конечно Супер Счищаем А как делать идеальный верх? Сейчас И вот так вот Все Еще раз Так можно до бесконечности Вот Я когда иногда Выравниваю Собираю торты Я вот так сижу И могу до бесконечности Крутить 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 Думать о своем Вот Видите? Здорово И так можно до бесконечности Сидеть Но я Никогда не стараюсь Чтоб все было Идеально Бока И все прочее Мне больше нравится Когда есть Некая такая Небрежность Вот И вот так вот Сколько нужно времени Чтоб бисквитные коржи Пропитались кремом? Ну вот Вот такой вот Этот Это вообще считается Черновое покрытие Если вы хотите Чтобы оно было Еще более лучше Еще сверху Это отправляем Вот такое вот Черновое покрытие Мы отправляем В холодильник Где-то на часов 5 Должен постоять Затем Снова наносим Сверху Слой крема И обратно Вот так вот Выравниваем И тогда получится У нас Такой С толстым Кремом Торт Понятно Вот Тогда отправляем В холодильник Да Отправляем в холодильник Что сделает Праздничным День деловой Душевным И радостным Праздник Любой Замешивай Тесто Вкусно Пеки Десерты И торты С карамелькой Воздушные В чувственные Тающие во рту Бисквиты Суфле Кексы Рулеты Чу Чизкейки Безе Живите сладко С кондитерским экспертом Гульшарой Зинулиной На телеканале Казахстанская Медиа Академия Редактор субтитров А.Семкин